Добрый день дорогие друзья! В эфире программа Козгарас. И пожалуй я начну с представления моего гостя. Сегодня это первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Узахбай Сулейменович Карабанин, с которым мы проведем беседу о бензиновом кризисе, о настоящем и будущем отечественного энергетического сектора. С конца августа топливо подорожало в среднем на 15%, и это еще не предел. Бензина всех не хватает, отпускают только по талонам. У автозаправочных станций в нехтем городах отправятся в очереди. Мы вынуждены завозить РСМ из России, хотя сами добываем нефть. Если у соседей цены на бензин поднимается, то растут они и в Казахстане. Автовладельцы по возможности опасаются бензином, а таксисты поднимают тарифы. Стоимость проезда в городских автобусах уже подорожала. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Власти призывают водителей ходить на работу пешком и пересаживаться их на малолитражки. Уважаемые телезрители, вопросы у гостей вы можете задавать в прямом эфире по телефону 553710. Или написать на моей страничке в Фейсбуке или Твиттере. На самом деле, в этом, я думаю, неожиданности нет. Дело в том, что на сегодняшний день основные наши три нефтеперерабатывающие завода, которые имеют солидный возраст, конечно, обеспечивают продукции нашу страну где-то на 70%. И на 30% мы традиционно уже несколько лет покупаем горючие смажившие материалы из других стран, в первую очередь из России. Между Россией и Казахстаном есть межправительственные договоренности о том, что ежегодно по индикативному плану мы обозначаем, сколько нам нужно получить из России, в том числе разделяя бензин из топлива и так далее. И обычно у нас это проходило без особых, как говорится, волнений, или же вот таких случаев, которые сегодня мы наблюдаем, ежегодно мы получали оговоренный объем. В этом году, например, по индикативному плану, бензину мы должны получить около миллиона тонн. Можно сказать, что если говорить о автобензинах, например, мы потребляем 4 миллиона 200 примерно в год, а производим порядка 3 миллионов. Поэтому около миллиона тонн нам всегда нужно закупаться. Это автобензин, да? Автобензин, да. И мы действительно вот это обозначили в наших межправительственных соглашениях. И на сегодняшний день ситуация немножко осложнилась в самой России. Это Качинский завод, да? Вы, наверное, слышали. Качинский завод произошел пожар, аварийные ситуации. И, к сожалению, такие ситуации не прямо такие, но, тем не менее, ситуация серьезно повлиявшая на выпуск продукции произошла и в Рязани, и в другом нефтеперывающем заводе. Поэтому сегодня у России самой оказался не дефицит, но, во всяком случае, излишки, которые раньше свободно хватало для нас, они были ограничены. И в связи с этим сегодня есть ограничение поставков для нас. Еще второй момент заключается в том, что если посмотреть цены в России и у нас, конечно, это разные цены и на горючий смаживающий материал. Если просто сравнить в тенге, то получается в России А-80 где-то стоит 141 тенге. У нас 89. Сравний с нашим, да? Если в тенге, тенге сравнивают, как яблок с яблоком. А у нас 89. Намного дороже получается, да? 89 у нас, да. Если говорить о бензине АИ-92, который волнует нас сейчас особо, это 155 у них. И мы даже вот при последнем удорожании, правительство разрешило только до 128. 128 тенге. Да, это 27 тенге разница. Ну, штат соберет на себя те расходы получать, да? Нет. На сегодняшний день ситуация такая, что любая компания может получить, купить в России нефтепродукт, завозить к нам и продавать. Это никому не запрещается все. Но при такой разнице, конечно, получается, это не всегда можно получить какую-то прибыль. Это можно при гранических районах работать в ноль. А если поглубже сюда, транспортные расходы в центре и на юг Казахстана, это уже получается минус. И поэтому на сегодняшний день таких, как говорится, бизнесменов не находится, которые могли бы завести. Поэтому правительство приняло решение поручить национальной компании «Казмайгаз», чтобы они завозили нефтепродукты с регулированными ценами. Это АИ-92, ДИЗ-топлива и А-80, чтобы завозили в убыток, как говорится. Если вот так приблизительно посчитать до конца года, «Казмайгаз» тогда, получается, берет на себя убыток почти от 6 до 10 миллиардов тенге. Это зависит от того, по какой цене удастся купить. И еще один момент есть в том, что сегодня при такой ситуации, которая сложилась внутри России, «Казмайгаз», заключив договора с несколькими заводами, там «Башнефть», «Роснефть» и другими, на бензин 69,5 тысяч тонн сегодня, законтрактованные, не можем вывезти, потому что на сегодня нам не отгружают. А вот мы продолжим, у нас телезритель. Тыңдап отырмыз сізді, айта беріңіз. Ассаламу алейкум, Ираға. Волькем салям. Ага, был Миранбек Еламан, Орал-Кавасынан каваласы твердик. Да. Жалпы, осы, Орал-Кавасындахи бензин тапшылы, аэлдесе ерлзаттыр. Бірақ кымбатшылык, кымбатшылык бар, бірақ бензин тапшылык бар. Сырак надей болттыр, осы тапшылык қасанға деймес болады Ақпарат қалдарында, қазан айының соңында деймдеп жағылған екен. Жақсы, жақсы. Рақмет жүнтті. Қана айттасы? Бұл тапшылык әрине, бірақ кәзірге кезде ғыз жағар жағар майды, бір жағынан мұна еңінің ұрақтың кезің қаза. В этом году мы сделали график с министерами. И мы уже сделали это. Номер первого, настоящее предположим. Сегодня сегодня. Орақ жиналмай. Орақ жиналмай. Я уже говорил ору. Но мы уже 69 тысяч тонн бензин. Контракты нет, улыбки. Оган, ахшасы бирболегу тюле улыбки. Но мы уже сентября 41-ти годы 9 тысяч тонн. Мы уже сентября. В результате, мы сентября, Россия, энергетический министр, я скажу о том, что мы сентября. И мы сентября. Мы сентября. Мы сентября. Мы сентября. Мы сентября, мы сентября, мы сентября. Аминь. а то что парикет тогда бутырмыс айта вернусь айта вернусь а вот и я я а сама Благодаря. 200-100 миллионов, они у нас есть талоны, но мы не можем. Спекуляция в последние годы? Спекуляция? Да, это не таза спекуляция. Это не таза. Это не таза, не таза. Это не таза, что не таза. Минай, это организация. Первый момент, например, автобусный парк. Сосын, мы на хауптинг пайдалан, санитарный служба, тағы басқа. Солармен келісімге тұрып, солармен контрактмен, жаналы нететті, оларға талонды верет. Оларға, жаналы, міндетті түрде осы талоны қилады. Енді ол талонды, жаналы біргілер сатып, оны деген жаналы пайда беретін мұсы, ол әрине өте дұрсемес. Ол деген жаналықты, бұзғы деген сөз, не олғанда да, бүгінгі айы 92 бензенді үкімет қадағала өтірат, оның бағасын. 128 тенгені, өткенде үкімет тағайындағаннаген, одан артық баға сатығы болмайды. Оңдай бұзылған жағдайды, әрине оны деген жаза беру өрегі боларға деген. Забылим, я как раз принимал участие на вашем брифинге об этом, после заседания правительства я помню. Вопрос знаете, в чем самое главное? Все-таки, исходя из вашего выступления, я понял, что у нас сегодня не хватает миллион тонны нефти, да? Нет, 1 миллион. Бензина хватает, 1 миллион. Бензина хватает, 1 миллион. Я делаю вывод, что нет, мы пойдем строить 4-й завод или как? Или в плане есть какие-то? Планы есть, планы уже осуществляются. Дело в том, что учитывая, что вот такая ситуация не первый год, в 2010 году была принята программа по реконструкции всех трех наших заводов. При этом, во-первых, увеличивается их мощность, и второе, это повышается качество бензина и нефтепродуктов. И в результате реконструкции, которая закончилась в 2016 году, у нас страна будет обеспечена полностью собственным ГСМ, в том числе бензином, дистопливом. И таким образом, это будет порядка 18,5 миллионов тонн переработки, сегодня 14,5 у нас. И тогда мы обеспечиваемся полностью за счет этих трех заводов после реконструкции. Вопрос еще стоит о четвертом нефтепродуктов заводе. Он, вы знаете, обсуждался, глава государства дал поручение рассмотреть его. Мы по нашим расчетам, которые мы сделали с учетом прогноза развития страны и программы ГПФИР, получается, что мы, запустив в 2017 году уже модернизированные заводы, которые, с одной стороны, просто увеличивают объем переработки, с другой стороны, повышают выход светлых продуктов. Глубина переработки достигнута 90%. То есть, за счет этого мы уже получаем значительный объем ГСМ, и его хватает нам полностью обеспечить где-то до 2024 годов. С 2024 года начинается снова дефицит дистоплива, но к этому времени мы должны принять вопрос, решить вопрос о строительстве уже еще мощностей новых. Тогда, после анализа всех возможностей и так далее, видно, что сегодня мировая практика такова, что наиболее оптимальный завод строй экономический и так далее, это 10 миллионник на 10 миллион тонн. Но такого количества Казахстану в то время не нужно было. Необходимости? Необходимости нет, потому что мы находимся с соседями нашей, и Россия, и Азербурджан, и Китай, и другие все нефтяные страны, которые у себя ездят достаточно много нефтепродуктов, в них мы не импортируем. Так, и, значит, чтобы поддержать возможный будущий дефицит, мы заранее должны проработать вопрос увеличения мощности. И наиболее оптимальным выходит расширение еще на один завод, скажем, условный, на Шимкенте, потому что Шимкентский завод изначально, в советское время еще, когда строился, он запланирован на 12 миллион тонн. Его инфраструктура, площади, все подготовлено на 12 миллион тонн, но в силу разных обстоятельств мы сохранились на 6. Но теперь есть возможность в дальнейшем его расширять. Насколько его расширять, это уже будет видно по потребностям и развитию Казахстана к тому времени. И, кроме того, это наиболее густонаселенный и наиболее употребляемый ГСМ регион. И из тех возможных экспортов, которые могут быть эффективно сделаны за счет ГСМ, у нас больше смотрятся южные стороны, включая страны, которые находятся по южной границе. Остальные у нас мы, наверное, там не сможем. Поэтому уже тогда будет решен вопрос, на какую величину надо будет расширять Шимкентский завод. И к этому времени мы это решим. Еще телефон-звонок, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Алло, а с романикем. Вальгинсар. Алло. Я и Айтебин. Мин Дворшатин, уважаемый Иракан, вот мы обсуждаем ежедневно по 900 бензина. Да. Теперь везде проблема одна. Нет бензина, суррогатный бензин. Где-то выше 128 продают, как говорится. Теперь мы зависимы по этому бензину. Хотим обратиться в другие страны. Сылаемся на уборку урожая, как говорится. А вот что делало 20 лет наше правительство во главе с господином Масимовым, с премьер-министром? Ну, как говорится. Как говорится? Как говорится, что завод Салт-Пербург? При этом должен быть очень хороший рынок, который быстро окупает эти инвестиции. И сказать, что правительство ничего не делает, это будет неправильно и несправедливо. Как я сказал, в 2010 году принята большая программа по реконструкции заводов. И нет смысла, ради того, не хватающего миллиона тонн бензина, строить новый завод. 10 миллионов заводов. Поэтому принято решение о расширении и реконструкции действующих заводов. Это очень правильные и разумные меры, которые уже осуществляются. И мы в 2016 году завершаем эту работу. И тогда мы получим уже полную независимость от внешних поставок. Независимость, она не может проходить в один день по разным направлениям. Это направление, она требует определенного времени, вклада, инвестиций и решения этих вопросов. Технических, строительства и прочее. И поэтому эта программа сегодня действует. И она в работе. Я знаю, что буквально на днях будет встреча Натановича Назарбаева и Владимира Владимировича Путина в Атраву. А до этого будет встреча в Астрахани, связанная с прикаспийскими странами. И оба эти вопросы касаются вашего министерства, насколько я знаю. Это связано с шельф Каспии. Как идет подготовка к этой встрече? Подготовка к этой встрече идет традиционно по всем направлениям. Там, конечно, вопросы нефтегазовые в этих двух нефтегазовых странах всегда есть. С нашей стороны мы думаем, что к тому времени мы уже разрешим вот эти проблемы, которые сегодня возникают по поставкам из России. К тому времени мы можем даже разрешить эту проблему, да? У меня есть надежда, потому что мы разговариваем с министерствами России, с правительством. И это происходит не потому, что Россия не хочет. Так сложилась ситуация. Вот именно в это время вот такие наложения нескольких моментов. Я думаю, она разрешится. И тогда это, наверное, будет просто информацией друг от друга о том, что вопросы такого рода разрешаются. Что касается совместного сотрудничества нефтегазовой отрасли, то эта работа у нас и эти обсуждения идут практически всегда. И есть несколько проектов, которые мы работаем совместно с российскими компаниями на шельфе. Это месторождения Хвалынские, Центральные. Есть вопросы кормогазы по разведке такого рода. Кроме того, есть совместные предприятия, которые работают на суше. Если там будут возникать вопросы, они, возможно, будут обсуждаться. Но на самом деле таких вопросов, которые могли бы выноситься на уровень глав государств, мы сильно не видим. Полной информации, конечно... Это можно внутри министерства? Я думаю, да. Это на уровне правительства, министерства. Мы очень активно ведем такую работу в связи с Евразийским Союзом. У нас очень активная совместная работа. И я думаю, что мы здесь... Многие вопросы уже будут решены к тому времени. Часть вопросов подписания новых соглашений и так далее. В России тоже готовятся не только по работе в жидкий этап, по нефти и газу. По другим направлениям тоже делается. И мы думаем, что если то, что не успеваем на эту встречу, то есть встреча... Мы продолжим сейчас. Еще телефон звонок, Завкат Ременович. Мы вас слушаем, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте. Слышно меня? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот все время нефть, бензин. У нас, вот я слышал, что программа есть по развитию какой-то зеленой энергетики альтернативной. И что даже вот, если я захочу себе поставить ветряки или солнечные батареи, государство вроде бы какую-то программу разработало и будет какое-то даже софинансирование. Это правда? Хороший вопрос. Это правда. Действительно принят закон о возобновлении в источниках энергии. И, в соответствии, с этим законом сейчас отрабатываются уже непосредственно подзаконные акты, которые позволят людям именно работать вживую, как говорится. Его основа заключается в том, что, например, если будут применяться альтернативные источники энергии, вырабатывающие электроэнергию, так, и тогда можно будет... Они наверняка будут пока дороже, чем обычные традиционные энергии. То разрабатывается сейчас возможность погашения части стоимости этой энергии, чтобы она была конкурентной на рынке. Для этого необходимо создавать единый орган, который должен учитывать эту энергию, которая поставляется от таких источников, и выравнивать его. На сегодняшний день влияние вот такой, будем говорить, поддержки государственной к альтернативным источникам энергии, оно где-то на уровне 0,3%. Мы только-только встаем на этот путь. Поэтому это не такие большие влияния на общую вырабатываемую энергию и на его тарифы. Такая работа сегодня идет. И на самом деле мы уже замечаем, что особенно в отдаленных регионах, отдельной Чабаны, там, вот есть кто живет отдельно совсем в степи, мы уже видим там больше, конечно, китайские солнечные батареи, я уже сам видел, которые обслуживают уже их вместе с ветряками, аккумуляторами. Они, китайские, мне сказали, потому что они наиболее дешевые сегодня, и достаточно нормально обеспечивают им жизнедеятельность. И я думаю, что это направление уже наше население уже само занимается, без всяких там субсидий не ожидая, просто из-за того, что это выгодно. С другой стороны, работа, которая ведется со стороны правительства, она на сегодняшний день находится в разработке, и мы думаем, что в ближайшее время мы уже увидим непосредственно четкие инструкции, четкие механизмы перераспределения тарифов на такую энергетику. Тем более, что у нас перейти Экспо-2017, до этого времени мы уже должны совсем уж, как говорится, свободно управляться этой энергией, и заинтересованность тех, кто будет вырабатывать такую энергию, должна быть поддержана. Захпас, Олег Милович, вот как раз продолжаем, может быть, мы потом возвратимся даже к моему вопросу, но я не могу не задать этот вопрос вам. У нас большие огромные запасы урана, угля. Что-то предполагает министерство повернуться лицом к этой проблеме? Ну, во-первых, мы действительно по углю, если сегодня порядка 100 миллионов тонн мы добываем, то этих запасов у нас при такой добыче хватает что-то порядка 500 лет, оказывается. И это огромный ресурс. И точно так же по урану мы сегодня занимаем первое место по добыче. И такой ресурс тоже он есть. На сегодняшний день эти проблемы, значит, это не проблемы, это вообще-то говоря, наше достояние. Чтобы Бог подарил. Да, но в то же время, только что мы говорили о альтернативной источнике, и сейчас вот про традиционные говорить. Сейчас разрабатывается программа по углехимии. Сегодня, опять же, наши китайские коллеги нас значительно опережают. Есть очень большие комбинаты, которые перерабатывают уголь в синтетическое топливо. И сейчас вот у нас ведутся активные переговоры с компаниями, которые уже не только теоретически, а практически уже занимаются этими делами. Я думаю, это очень хорошее направление, которое будет, как говорится, подспорим при таких запасах, которые мы имеем в Казахстане. Аллах подарил, как говорится, Казахстан. Еще телефон-звонок. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас СМИ говорят, что месторождение Кашиган поизменили держателя. То есть оно сейчас кому принадлежит? Это правда или нет? Про смену оператора на нефтяное месторождение Кашиган говорят. Это правда? Не поменяли. Оператор просто поменял, мне кажется. Во-первых, в соответствии с нашей конституцией и законодательством, недра принадлежат государству. Ими никто не может владеть, кроме государства. Другое дело, по договору государство допускает недропользователей, которые на определенных условиях разрабатывают это месторождение и полученные доходы делятся между принимающейся страной и нефтяными компаниями. На Кашигане состав недропользователей не меняется. Там недропользователи создали операционную компанию, которая непосредственно занимается вопросами добычи и подготовки углеводородов. Эта компания называется North Caspian Operating Company, NCOC. Мы уже привыкли к такому аббревиатуре. И он не меняется. Другое дело, он реструктуризируется внутри. Это связано с тем, что, во-первых, та модель, которая раньше была, где каждая компания отвечала за отдельные направления в этой деятельности, теперь она становится объединенной с единым, как говорится, руководством. И мы считаем, что это позволит, во-первых, и эффективность поднять, и, с другой стороны, сократить количество управленцев, которые на этом проекте... Я знаю, что они переехали, большинство переехали в Атараба. Да, сейчас принято... Мы, значит, в переговорах с компаниями, мы пришли к общему мнению, что этой компании надо быть ближе к тому месторождению, на котором работает. Здесь будет представительство небольшое для связи с госорганами и так далее. В основном операционные компании переезжают в Атараб. И поэтому таких изменений каких-либо нет. Это идет реконструкция только внутри оператора. Ну, посмотрите, Миши, я вот... Время уже заканчивается, вопросов у меня много было, но я не успеваю. Кадры вопросы как у вас решаются? Значит, если говорить о кадрах, которые работают в нефтегазовой отрасли, сегодня, по нашим сведениям, работает порядка 81 тысячи человек. Из них 97% являются казахстанские работники. В соответствии с законодательством по казахстанскому содержанию, у нас каждый уровень специалистов, на него поставлено минимальное количество, которое должно быть... должны работать казахстанские работники. Вот, например, первый уровень, это высшее звено руководства, высшие там руководители, должно быть не менее 70% казахстанцев. По второму, инженерные кадры и менеджеры, и третий рабочий, квалифицированный рабочий, должно быть не менее 90%. Вот на этом и завершим, за последний минут, потом вы продолжите. Самое главное, надо успокоить наших телезрителей под дефицит бензина. Что скажете? Ну, по бензину. В один момент сейчас эта ситуация, конечно, изменится. Но ситуация такова, какой мы сегодня находимся, есть дефицит бензина. Заводы наши загружены полностью. Я знаю, что вы даже отодвинули ремонт плановый. Да, мы отодвинули ремонт, который должен был в течение месяца проходить в Шемкентском заводе. Его передвинули на весну. Для того, чтобы вот этот месяц не стоять, а именно вырабатывать бензин. Например, по выработке бензина сегодня мы идем на 113% к плановому. То есть заводы сегодня напряжены работать. Но, кроме того, значит, вот эти договоренности, о которых я говорю, имея подписанные контракты, по разным случаям не можем получить. Но это, я думаю, мы на этом завершим. И в итоге, я думаю, мы в октябре во второй половине должны уже решить эту проблему. Ну что же, время нашего эфира заканчивается. Напомню, что сегодня у нас в гостях был первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Забхаз Сулейменович Карабанин. До свидания. А вам огромное спасибо. Вам спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова